Добрый день, друзья! Вернулся мой сын из рейса, хотя я же думал его не увидеть, это год, да? И в итоге, видите, судьба подарила мне шанс. А я не твой сын. Начинает шутить уже. И в итоге приехал я обратно из Кореи, месяц побуду, вот пообщаюсь с сыном. Все просил записать, он же с французами работал на газовозике в Доминиканской республике. Я говорю, запиши мне, как французики работают, ну что-то у него не было настроения, то-то-то-сё. Ну, во всяком случае, на словах что-то расскажет. Мужик, а ты мне деньги заплатишь после видео? Я готов все рассказать. Все заплачу. Договаривались, 300 рублей. Хорошо, 300 рублей. Я буду своим сыном. Для одного видео. Будет моим сыном на 10 минут. Что? Рассказывай. Сначала. 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 Ну, предложили на газовоз уже большой пойти. Также я был на трехтысячнике. И там главный двигатель был до 3000 киловатт. А в этот раз главный двигатель был 16 тысяч киловатт. И газовоз. Короче, где-то 50 тысячи дверь большиную. Ну, расскажи, как ты летел? Летел. Очень сложно было лететь. В принципе, так же, как я. Практически сутки я был в самолетах. Между самолетами было минут 15. Я с одного вышел, все прошел, и в другой сел. Все. Времени не было. Прилетел я в аэропорт. И меня никто не встретил, как обычно. А, да, точно. И я начал смотреть гарантийное письмо, а там нет даже номера. Не было номера. Ну, travel steam у тебя был, да? Ну, да, да. Я же начал звонить в контору, а там трубку никто не берет, потому что, видите ли, рано. Ну, как бы рано. В 6 утра никто тебе трубку брать тоже не будет. Ну, я расстроился, не знал, что мне делать, понятное дело. Ну, нет номеров, куда мне идти? Ну, потом... Как вышла ситуация? Да, какой-то подошел мужик с аэропорта, там что-то. Давай, я позвоню, ты найди мне номер. Ну, я начал искать номер этого агентства. Он что-то позвонил, там все без понятия были. Потом просто подошел этот мужик, который должен был меня встретить. И все, мы поехали в гостиницу. Где-то добрался я до гостиницы в 3 утра, поспал, проснулся, пошел... Ну, хоть поспать дали сутки, да? Не сутки, ночь. Ну, ночь. Я в 4 утра лег и в 7 проснулся. Все. Пошел, позавтракал. Там был шведский стол. Смотрю, какой-то тип несет тарелку большую. Ну, на ней было много всего. Думаю, значит, это судовой тип. Ну, так и оказалось, да. Потому что только наши люди из стран СНГ набирают на шведских столах большие тарелки. Ну, я потом встретился. Дед был, электришн и третий штурман. Мне дед говорит, а ты в курсе, что ты будешь вроде как газовым механиком? Большой сюрприз. Да, не, наверное, вы, наверное, шутите. Приехал, да, действительно, вместо четвертого газовым. Я вообще офигел. Ну, расскажи, что входит в обязанности. В обязанности? Ну, там обязанности такие. Четыре грузовых компрессора, два бустерных насоса. Клапана всякие. Вся гидравлика полностью. Вся. Ну, как на четвертом получается. В общем, все, что на главной палубе, все механизмы. Нет, думаю, это смесь четвертого и Донкермана, пампмана, да? И еще второго добавка, потому что на газовом механике IGG установка находится. И N2 установка еще. IGG, N2, четыре компрессора грузовых, два бустерных насоса, восемь дипбелл пампов. Что это такое, я не знаю. Дипбелл памп, это насос, который груз перекатывает. Когда выгружаешься ты, там получается правый-левый борт, там четыре танка. И на каждом танке по два насоса, на правый-левый борт. И, ну, в общем, вообще веселуха какая-то. Ну, я посмотрел зарплаты в интернете газового, но там от 7 тысяч. Ну, как бы люди работают, они на этом специализируются. Понятное дело, я... Со своей зарплатой. Со своей зарплатой, да. Со своими станиями тоже. Явно не за 7 тысяч. Ну, понятно, как бы я расстроился вначале. В машину... Я как бы был четвертым, я в машину не спускался вообще. А, начальник у тебя старпом, да? Ну, да. В СПУ развод, в СПУ кресло у меня, типа там компьютер, сидишь. И как шестерка старпом оббегаешь. Все. Старпом... Вообще, грубо говоря, они вылазят из CCR. Ты эту систему грузовую настраиваешь. Ну, нет, грузовую систему ты должен знать, как настраивать. Но вообще, как бы это делали штурмана. Хлапана открывали. У меня задача была, чтобы это все работало. И запускать грузовые компрессоры. Ну, и что потом? Как дело-то развернулось? Ну, благо все совпали так звезды. Я, конечно, ходил к старшему механику. Слезно просил. Видите, профессию полюбил свою. Заберите в машину. Я никогда не мог подумать, что я в машину буду хотеть. Что-то плюнул сверху. Или-то дождь пошел. Голубь пролетел. Дождь пошел. Ух ты. У нас телефон как бы не промокаем. Ну, и получается, в машине какой был состав? Ого. Старший механик, второй механик, два третьих механика и электричин. Один был основной третий механик с Латвии. И второй третий был дополнительный. И, в общем, так как французский дедушка уехал, и приехал латвийский дедушка, француз захотел уйти к своим на палубу. Ну, и меня сделали четвертой в машине, а он стал газовым. А еще забыл сказать, я когда пришел, мне французский четвертый, тот парень молодой, мой ровесник, написал на пять листов, пять листов. Хендовер репорт. Где он написал все проблемы, которые были, вообще все. И которые он не сделал. Да, и я еще хотел по приколу, конечно, выделить красным слово Essun Espossible, потому что, по-моему, на одном листе его шесть раз встречал. Нужно сделать все, как только, так сразу. Но я не знаю, чем он занимался. И еще забава к этому, с тропом в Сесиаре была такая доска, где задание он писал. И там третьему там что-то наклеить наклейку. Там второму тоже какие-то мелкие задания. Там босс можно концы какие-то разнести. И у меня, у газового, вот такая вот доска. И вот так вот, вот так, вот так, вот так. И пошел же третий газовым работать. Потом из-за геморроя его домой отправили. А сколько ж ему лет-то было? Ему, так он где-то ровесник, ну не твой, может такой, около того. А, пятьдесят? Ну, не, не. Ну, геморрой. Дело в том, что они хотели, чтобы у меня этот геморрой был. А получилось так, что у француза. Его отправили на берег к врачу. Все, там геморрой, да. Он приехал, питался, ну, по-обычному. Когда у людей такие проблемы, надо каши есть. Потом, ну, там, нет-нет, пиво, может, выпивал. Ему сказали, пять дней нельзя работать. А у французов такая тема. Они должны постоянно, в общем, ну, сделать вид, что они работают. Смотри, да, ты побольше про французов. Я думаю, что с ними не работал. И итальянцы, немцы. И вот, 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 делать вид, что ты работаешь, как бы. Почему они это делают? Потому что они подписывают с компанией контракт на год. Их зарплату делят на два, им платят и дома, и в рейсе. Если у него там зарплата десятка, ему платят в рейсе пятерку, и дома пятерку. Но я не знаю насчет налога. Потому что кто-то говорит, что компания за них платит, кто-то говорит, что они сами платят. В общем, там, не разберешься. Мне кажется, что они сами платят. Да, налог 30%. Кто знает, напишите. Да. И вот он, получается, выбежал на работу, походил за своей задницей, за ней рукой держался, и, в общем, все. И домой уехал. И там ходил капитан с терпом, все, у деда. А кто будет вместо него, кто будет вместо него? И он говорит, ну, типа, давайте решайте, третий или четвертый. Потому что мы уже знали, что судно продают. Как вы говорите, там работы не сильно много. В общем, может и третий пойти. Он же рукой махнул, решил третьего пожалеть. А третий только подъехал, да? Третий только подъехал, да. Я думаю, ладно, в общем, я уже более-менее так знаю. Пойду на амбразуру. Да, пришел в CCR, смотрю на доску, я же туда не заходил давно. А там как было, куча работы, так и осталось. Он мне говорит, а там другой уже с терпом. Говорит, очень много работы, но у нас есть, в общем, две важных работы. Это там лимит свич на кране, на хостинг, да, поднятие гага, не срабатывает. И второй компрессор, надо клапана сделать. Я говорю, все, понял. Ну, я пошел, в общем, со вторым лимит свич, он на ручке сидел. Я забрался на мачту, там, дергал его. В общем, разобрались. Начал делать клапана. Нужно на каждом компрессоре 20 клапанов, 3 ступени. Ну, я же их делаю, делаю. Протирал, да? Он приходит через неделю, зовет деда. Дед приходит, говорит, там с терпом на тебя жалуются. Я говорю, в смысле? Он говорит, ты ничего не делаешь. Говорит, там куча работ он тебе понаписывал, а они стоят. Как стояли-то? Я думаю, беспредел. Иначе до меня никто не делал. Так это, кстати, про меня шутил, что работа не волк в лес. Я понимаю, да. Нет, так до меня никто не делал. Потом, когда я был, работа, ни одна работа не вычеркнута. Я посмотрел, их только добавилось. И только больше стало. Ну, я к нему подхожу, говорю, так в чем проблема? Говорю, мы как бы с тобой поговорили, там ты мне сказал. Не, 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 не. А у них как? Он тебе говорит делать одно, потом приходит. Ты что это делаешь? Нет, надо бегом бежать в другую сторону. Я говорю, все хорошо, что надо делать? Я к нему приходил каждый день. Вначале что-то, ну, меня дело в том, что это задело. Я что-то как-то так начал суетиться, там, чуть ли не по 4 работы в день делать. Потом, смотрю, я делаю 4, он мне еще 6 дает. Ну, это фигня какая-то. Ну, кто так работает? Как это не дело какое-то? Ну, и, в общем, клапана я бросил, понятное дело. Потому что, ну, невозможно, как я могу делать клапана и бегать параллельно еще 500 работ выполнять. В общем, делал, делал я. Ну, нормально так. А расскажи, ты говорил какие-то национальные особенности у них, там, стихи читают? А, да, это беспредел. Не, ну, на самом деле, если кто работал, может быть, с мной согласятся. Да, и мне электромеханик рассказывал, он с ними. Работал очень много, да, и он, ему не нравится с ними работать, но... Жизнь. Ну, за то, что контракты по 3 месяца, его это устраивает. Ну, а он был на одном судне, на новом. Судно было 17-го года. Он, ему предложили пойти на него еще раз, он отказался, потому что там невозможно работать. Они, раньше французы работали с французами. Потом компания решила то, что мы оставим топов, а всех остальных подтянем к русскоязычным. Ну, во-первых, работяги, работяги с завода, и, во-вторых, денег вроде как меньше, говорят, платить. Ну, хотя я снял зарплаты вроде одинаково. Ну, в общем, для компании почему-то выгодно. Может, за них налоги платить не надо, я не знаю, но не суть. И вначале французы тупо списывали всех, вот тупо всех. Вот ты приезжаешь, знаешь, не знаешь, по барабану, всех списывали. Вообще, вот так. Приехал дед, ну, это электричный рассказывал. На новое судно, да, на то. А все французы прошли сертификаты на двигатель, который без камшафта работает. Дед не проходил. Второй механик был француз, пошел, не стучал капитану. Он приходит, да что двигатель не знаешь? Ну, там я на курсы не поставил, но я типа читаю. Все списали. Все, через две недели домой. Не надо читать. Еще у французов такая фишка, у них двойной диплом. К рекам моря. Они и механики, и судоводы, это кошмар, конечно. Вот они считают, что они... В каком-то плане это хорошо. Нет, это плохо. Это очень плохо, потому что он типа такой там старпом, старпом, и он типа понимает. Но когда я смотрел, ему второй механик объяснял, или электриш, он только головой кивал, и в глазах виделось, я тук-тук, кто там. Ну, я считаю, что человек, если идет какой-то своим путем, вот он, значит, или судовод, или механик, нельзя, нельзя на две стороны. Нельзя объять, не объять. Это не река, там где судно маленькое, там и двигатель тот, как в машине. На реке вначале в машине посидел, потом порулив на мосту, потом снова. Они, как бы, да, они знают теорию, их учат. Ну, единственное, что хорошо, я так понимаю, три месяца контракта у тебя, китайцам продали пароход. Да, продали китайцам, приехали китайцы, приехал дед с торпом. В расстройстве, да? Вот китайцы подходят хорошо. У них был и четвертый, и газовый отдельно. Значит, мы деду рассказали, и все, ну, как по своему свиданию. Они с английским дружили, эти китайцы? Ну, я что-то как-то очень плохо говорил. Я попросил его, чтобы он на листике писал, потому что, ну, произношение быстро отвратное какое-то. Вот так, ну, вот да, и у французов же, они подписывают контракт на год, и они, как бы, вот работники, сотрудники компании, есть судно, и они должны сделать его лучше. Ты же инженер, ты же должен, как бы, мысль толкать. У тебя же в графе в AppRise-еле есть инициативный, и вот так, ой, дедушка французский сказал второму механику, чтобы он придумал систему на движки. Бляхому, ху, пора обижать. Будем заканчивать, да, дождь пошел. Все, в принципе, все рассказал, спасибо, подписывайтесь на канал. Сейчас это промокнем быстрее, быстрее.